Во время сильных дождей улицу Степную в Гастагаевской топит. Причина в близком залегании грунтовых вод и естественном уклоне. Просто отсыпка щебнем делу не поможет. Нужен водоотводный канал. Здесь полностью нужно копать. Тут, наверное, нормальный ливнев. Тут серьезный ливнев. Очень серьезный. Поверьте, здесь не просто вода. Здесь река бежит. Здесь река. Давайте намечать мероприятие вместе с главой. И как только дождь будет, хороший. Надо сюда выехать. Посмотрите. Все, что придет оттуда. Почему пустуют и порастают травой земли сельхозназначения? Когда угодья возделывались и водосток был естественным. Встретиться с владельцами массивов и выяснить их планы на землю. Поручение для заместителя главы. Заброшенные пустури в округе не нужны. Вот здесь то же самое. Он сейчас рассказывает. Здесь фермеры. Почему они держат, допустим, казачество, фермерское хозяйство, держат землю и не обрабатывают ее? Почему? Почему они не занимаются? Земля же становится чем? Пустыней, правильно? Она зарастает. Зарастает и становится пустыней. Почему этого нет? Поручение Сергеевича, давайте не сидите в кабинете. Сюда выезжайте. Вот на эти вопросы отвечайте. Он же отвечает сейчас, говорит. Когда здесь пахалось, когда здесь обрабатывалось, здесь не было воды. Через Гастагаевскую проходят краевые трассы. Их содержание не ограничивается только ремонтом. Краевым дорожным службам необходимо напомнить об обеспечении безопасности водителей и пассажиров. Это же кровавая. Где кровавая? Скажите, это же для людей. Вот сейчас обследовать, если хотя бы даже от ДК взять. И на выезде сделаем. Ну вот, разве этот кровавая. И по кровавой нет ни одного павильона остановочного. Смотри, старый маршрут ходит. Ни одного. И освещение. Дорога проходит по населенному пункту. Она должна освещаться вся. От начала станицы до конца. Самый наболевший вопрос Гастагаевской – отвод земельного участка под новое кладбище. На Старом Богосте уже нет места для захоронений. Новый участок выбран в районе Сотчеремушки. Сергей Сергеев дает поручение ускорить процесс оформления земли и начать его благоустройство. Работа главы и его заместителей продолжилась на планерном совещании в Станичном ДК. Продолжение следует.